В течение года в стране задерживают более полумиллиона пьяных водителей. Нетрезвый человек за рулем – источник смертельной опасности для других автомобилистов, пешеходов и, в первую очередь, для самого себя. Заблуждаются те, кто считает, что существует безопасная норма алкоголя для водителя. Такой не бывает. В России верхний предел содержания алкоголя в крови составляет 0,16 промилле. Профилактическая операция «Нетрезвый водитель» в Керчи на сей раз стартовала в выходные. Ее главная цель – в принципе, не допустить появления на дороге хмельного автомобилиста, предупредить возможное происшествие. Было ли пьяных, это все надо, потому что это трезвый водитель, я считаю. По дороге опасность. Я только с Учерополя приехал, сегодня там это самое. Не знаю, и так, и так, чтобы хватить. Мне не думают, что существует безопасная доза алкоголя. Это заблуждение. Первые локации для проведения операции улицы Кирова. Останавливают всех подряд, заводят выстроенный заранее коридор и проверяют. У автомобилистов происходящее вызывает понимание. Каждый согласен. Пьяный на дороге – потенциальный виновник трагедии. Проводится массовая остановка транспортных средств и водители проявляются на состоянии опьянения алкогольного либо наркотического. Подобные мероприятия благоприятно повлияют на аварийную обстановку на территории города, а также предотвратят ДТП с тяжкими последствиями. В результате отработки наряды ДПС в течение двух дней в Керчу выявили пять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Теперь им грозит 30-тысячный штраф и лишение водительских прав.